Ну что ж, друзья, давайте потихоньку начнем. И начнем мы с основы основ, то есть создания нового документа. В этом уроке я расскажу и покажу вам, как создается новый документ. Когда вы впервые запускаете программу, и у вас еще нет рабочих документов, то вы должны видеть вот такое окно приветствия. Если вы его не видите, то вы можете зайти в меню Help, помощь, и оттуда выбрать команду Welcome Screen. Хотя вы, конечно, можете создать документ и без этого окна. Обратите внимание, что окно приветствия разделено на две части. Слева вы видите список текущих рабочих документов, и для открытия любого из них нужно просто кликнуть по его названию. Ваш список, естественно, будет отличаться от моего. Мой выглядит вот так. Если вы запускаете программу впервые, то такого списка, конечно, не будет, и все, что вы увидите, это меню Open, то есть открыть. Если вы собираетесь открыть существующий документ, то просто кликните по его названию. Но в данном случае мы будем с вами создавать новый файл, поэтому давайте воспользуемся правой частью окна приветствия. Обратите внимание, что здесь представлено много разных типов возможных создаваемых документов. То есть вы, например, можете создать документ типа Print, то есть документ для печати, либо Flash Catalyst, я позже объясню, что это такое, либо документ для веб, вот так и называется, веб-документ и так далее. На самом деле основное отличие между различными типами документов это используемая ими цветовая модель. Например, в документе типа Print, документ для печати, используется модель CMYK. Ну, по-русски ее иногда еще называют SMIC, ЦМИК, по-разному, но правильно ее называть CMYK. Это начальные буквы слов Саян, то есть голубой, магента пурпурный, еллоу-желтый и блэк-черный. Здесь взята конечная буква K. Эта модель является коммерческим стандартом. Ну, а в документах для веб, как и в любом документе, который предназначен для просмотра на экране, используется цветовая модель RGB. Это начальные буквы слов Red, Green, Blue, то есть красный, зеленый и синий. Теперь, если я нажму на Print Document, то откроется диалоговое окно, вот такое. Если вы хотите пропустить этап с диалоговым окном, то вы можете, удерживая клавишу Alt, кликнуть по одному из предложенных типов документа. Таким образом, автоматически будет создан и открыт новый файл выбранного типа. Теперь давайте начнем работать. Нам необходимо определить, как будет выглядеть наш документ. Для этого давайте зайдем в меню File и выберем команду New. Либо же мы можем это сделать, воспользовавшись клавиатурным сокращением Ctrl-N. И эта команда откроет новое диалоговое окно создания нового документа. New Document. Точно такой же, как если вы выбрали не Print Document, а какой-либо другой тип, диалоговое окно в принципе не отличается. Еще обратите внимание, что здесь есть опция Profile. Профиль или тип в переводе на русский. И если я кликну по ней, то раскроется длинный список различных типов документов. Это тот же самый список тех же самых документов, которые мы видели в правой части окна приветствия. Это, как вы видите, и Print Document, и Web, и в самом низу Flash Catalyst. Но я пока оставлю Print Document. Здесь вы можете задать количество страниц. Или, выражаясь языком иллюстратора, количество так называемых артбордов или рабочих областей. В иллюстраторе страницы называются артбордами. И этому есть несколько причин. Во-первых, они полностью отделены друг от друга. Во-вторых, каждый артборд, каждую рабочую область можно задать своего собственного размера. То есть, они абсолютно независимы. А артборды разработаны специально для того, чтобы была возможность хранить любое количество страниц в одном документе. И что самое главное, хранить в одном документе страницы с различными настройками. В нашем конкретном случае я задам 6 артбордов, 6 рабочих областей. Теперь нам нужно определить порядок размещения рабочих областей внутри документа. Здесь я могу выбрать расположение по строчным, по столбцам, либо выбрать в один ряд или столбец. Ну а вы сами решите, как это будет выглядеть у вас и сами определите свой порядок. Кстати говоря, эти настройки абсолютно не влияют на то, как будет выглядеть документ при печати. Они служат только для визуализации на экране. Теперь, если вы нажмете вот на эту опцию, то артборды будут пронумерованы справа налево. То есть, номер 1 будет справа, второй левее и так далее. Будут отображены в обратном порядке. Но я оставлю здесь настройки по умолчанию, то есть расположение по строчно. Единственное, что я изменю, это значение spacing, расстояние между нашими артбордами, скажем, на 10 мм. Просто, чтобы у меня был небольшой запас для маневра. Я думаю, что вы умеете пользоваться единицами измерения. В России и в Европе, где я живу, используется метрическая система измерений. Поэтому по умолчанию здесь установлены миллиметры. Нас с вами вполне устроят миллиметры. Поэтому ничего здесь менять не будем. Но, в том случае, если я вдруг почему-то захочу изменить единицы измерения, скажем, захочу установить размер страницы в дюймах. Например, в том случае, если я нахожусь в Америке, где используются инчи, так называемые, дюймы. То посмотрите, что я делаю. Вот я вбиваю значение в дюймах. Например, вот такое. И затем нажимаю на клавишу Tab. И, как вы видите, автоматически дюймы переводятся в миллиметры. Поскольку миллиметры у нас выбраны в качестве основной единицы измерения. Но это так просто в качестве общей информации. Теперь, если вы собираетесь печатать элементы, которые выходят за край вашего документа, то есть под обрез, то необходимо задать значение Blit или значение для обреза документа. Большинство типографий работает со значениями 3-5 миллиметров. Но для большей точности я все-таки вам советую справиться в той типографии, куда будет направлена работа, с какими именно значениями для установки Blit они работают. Пока я не буду устанавливать Blit, я сброшу его на 0, так как мне не нужны припуски на обрез. Обратите внимание, что все значения Blit связаны друг с другом, так как здесь нажата кнопка с изображением цепочки. Ну вот и все. Теперь я нажимаю на ОК и вижу мой новый документ, состоящий из 6 страниц или 6 артбордов. Таким образом я создал новый документ и повторюсь, что можно его создать либо из окна приветствия, либо непосредственно из меню файл с помощью команды new.